Привет, друзья, с вами Гуглов. Вы бы хотели однажды найти клад с золотом и разбогатеть? Думаете, такое бывает только в кино? А вот и нет. Сегодня я поведаю вам истории про то, как самые обычные люди сделали находки и стали богачами. Многие мифы и легенды рассказывают о зарытых сокровищах, которые обычно расположены в экзотических удаленных местах. Но порой людям удается найти клады и в реальной жизни. Давайте в этом видео взглянем на самые интересные и странные находки, обнаруженные этими везунчиками. Ну а если вы еще не подписаны на мой классный канал, вы знаете, что делать. Золотые монеты в Нью-Мексико. Одним солнечным днем в Сьерра-Невада, Нью-Мексико, мужчины и женщины выгуливали свою собаку. Внезапно они увидели ржавую банку, торчащую из земли. Пара тут же выкопала банку и забрала себе домой. Там мужчина вскрыл находку и заглянул внутрь. В банке не было ничего примечательного. В ней лежали какие-то грязные диски, покрытые землей. Мужчина решил почистить их. К его удивлению оказалось, что эти диски – прекрасно сохранившиеся золотые монеты номиналом 20 долларов, которые были выпущены в 1890 году. Пара решила еще раз исследовать то место, где была обнаружена эта находка. Им повезло. В земле было зарыто еще 8 таких банок. В общей сложности мужчина и женщина нашли 1427 монет на сумму 27980 долларов. После этого пара, которая приняла мудрое решение не разглашать свои имена, отнесла находку эксперту-нумизмату, и тот оценил ее в 10 миллионов долларов. Это 630 миллионов рублей. Подробности этой поразительной истории не разглашаются. Мы знаем только одно – пара была благодарна судьбе за такой подарок. Ну еще бы. Но часть денег, полученных от продажи монет, она пожертвовала бездомным, проживающим в их районе. А часть монет оставила себе на память. Сокровища, найденные на заднем дворе австрийского дома. В 2007 году один житель Австрии решил расширить прудик, находившийся на заднем дворе его дома. Во время работы он внезапно наткнулся на какой-то предмет, зарытый в земле. Это оказалась маленькая коробка, которую мужчина не стал вскрывать, а просто убрал на чердак. Три года спустя, во время переезда, мужчина наткнулся на эту коробку и решил ее вскрыть. А после этого он сообщил о ее содержимом властям. Австрийский департамент национальных памятников древности установил, что в коробке находились средневековые украшения и другие ценные и редкие предметы, а именно 200 колец, броши, изысканно украшенные пряжки от поясов, золотые и серебряные тарелки и фрагменты украшений, инкрустированные драгоценными камнями. Общая стоимость предметов составила примерно 150 тысяч долларов. Это около 9,5 миллионов рублей. Эти украшения, вероятно, были изготовлены на заказ в средние века для богатых и знатных покупателей из Центральной Европы. Никто не знает, почему эти украшения закопали в землю. Возможно, их спрятали туда для надежности. В любом случае, мы можем только выдвигать предположения. Настоящие причины и происхождение этих украшений, так же, как и личность обнаружившего их человека, остаются неизвестными. Изумруд в Северной Каролине В Северной Каролине находится немало шахт, в которых добывают изумруды. В этом штате один город даже получил название в честь драгоценного камня. Его назвали гидонитом. Это минерал зеленого цвета, очень похожий на изумруд, только более светлых оттенков. В начале 20 века одна семья, которая принадлежала ферма, расположенная в этом городе, брала с охотников за сокровищами по 3 доллара в день за то, что они просеивали на их ферме землю в надежде найти изумруды. Правда, сделать этого никому из ребят не удалось. Но сто лет спустя, в 2010 году, на той самой ферме изумруд все-таки обнаружили. Он был невероятно большим. После огранки его вес составил 65 карат. Камень был отдан для анализа геммологу из Нью-Йорка, и тот установил, что это самый большой обработанный изумруд, когда-либо найденный в Северной Америке. По его словам, по своему размеру и качеству, этот камень был идентичен изумруду из броши, которую носила российская императрица Екатерина Великая. Позже на аукционе Кристис этот камень был продан за 1 миллион 650 тысяч долларов, что равняется 104 миллионам рублей. На этом все. С вами был Гуглов. Увидимся в новом видео. Пока!